МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационный канал Город. Студия Ксения Зиновьева. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Чуть не задохнулись. Кировчане не спали всю ночь из-за едкого запаха гаря. Роспотребнадзор начал проверку. Без резкого скачка регион, возможно, вышел на плато по коронавирусу. Число заявок на вакцинацию растет. Официальный выходной 31 декабря в Кировской области объявлен нерабочим. Правда, не для всех. Новогодние фильмы и елочные шары по Кирову курсирует праздничный троллейбус. Его выкинули на улицу прямо из машины. Но он не только выжил, но и превратился в настоящего красавца. В рубрике «Пристой вместе» ищем семью дымки. Ночные выбросы в городе снова появились неприятные запахи. Этой ночью многие кировчане не могли спать из-за смрадного воздуха. По словам жителей, пахло будто бы горящими отходами. Жалобы поступали из разных точек города, но больше всего из юго-западного района. С источником запаха и его возможной опасностью сегодня начали разбираться специалисты. Сегодня утром кировский воздух был отобран сразу в нескольких местах. Интерес к тому, чем дышат в последние дни, горожане был вызван жалобами на удушье и очень неприятный запах. Эта ночь для многих кировчан была неспокойной, воздух казался тяжелым. Людям было сложно дышать, а спать тем более. Утром в социальной сети заполнили сообщения о ночном смраде. Они поступали из разных мест. Лепси, Парк Победы, Красная Горка, Алые Паруса. Хуже всего пришлось тем, кто живет в районе Парка Победы. Задыхаться они начали с позднего вечера. На самом деле я подумал, что у меня дома что-то горит. Я первым делом полчаса ходил по дому, во всем электроприборам принюхивался. Просто обалдел, мне даже чуть с балкона не упал. Такое чувство, будто погребная яма горит. Соответственно, да, проверка была очень плохая идея, потому что стало еще хуже. К утру воздух посвежел, и кировчане пытались найти причину ночного смрада. Многие сразу подумали на кировский биохимический завод. Уже много лет жители города считают это предприятие источником неприятных запахов. Как пишут в соцсетях, на этой неделе это не первый случай появления запахов. Но, видимо, этой ночью выброс был особенно сильным. Тоже заметила, что снова БХЗ стал стравливать воздух. Давненько их не было слышно. Домой, возвращаясь в районе 21.30, и уже с неделю в это время начинаются отвратительные запахи. Даже маска не спасает. Кировчане обратились с жалобами в Роспотребнадзор. За утро их поступило сразу несколько. На одно из обращений выехал специалист Кировского центра гигиены и эпидемиологии на отбор проб воздуха. Кажется, сама специалист заранее знала, что взятые днем пробы превышения не покажут. По словам женщины, в микрорайоне Озерки похожая ситуация. Пробы берутся постоянно, но без результатов. В районе Озерков, на границе жилой застройки, мы третий год отбирая, еще ни разу ничего не нашли. То, что находится в трубах, это не наша компетенция. Мы действуем по жалобам людей. Мы ездим туда каждую неделю. Мы уже третий год живем в Озерках. После многочисленных жалоб и проверок в микрорайоне Озерки для отслеживания уровня загрязнения поставят специальные датчики. С их помощью специалисты будут получать информацию о составе воздуха. Видимо, теперь такие датчики не мешают поставить и в других районах города. Сегодня специалисты Роспотребнадзора брали пробы воздуха на улице Вологодской. Происходило это днем, и к этому моменту воздух, по всей вероятности, был уже чист. Образцы исследуют лаборатории. И если будут выявлены превышения, по вредным веществам проведут проверку. Неужели вышли на плато статистика по коронавирусу в области несколько дней и держатся примерно на одном уровне? Про спад заболеваемости, конечно, говорить еще рано, но надежда, хоть и слабая, все же есть. К тому же растет количество желающих сделать прививку от ковида. Таких уже почти тысяча человек. Число новых больных COVID-19 в регионе перестало резко подниматься. За последние сутки зарегистрировано 246 случаев. Примерно на этом уровне цифра держится уже три дня. По официальным данным, умер за сутки один человек. Всего коронавирусом сейчас болеет почти 19,5 тысяч человек. 4 092 человека из них лежат в больницах. Остальные лечатся дома. В регионе по номеру 122 продолжается запись на прививки от коронавируса. За три дня в списки желающих внесли более 800 человек. Спутник ВИИ в область еще не поступил, но, как заявила сегодня вице-премьер Татьяна Голикова, вакцинация во всех регионах должна начаться до конца недели. Ее, кстати, будут проводить и в новогодние праздники. Официальный выходной, но не для всех. 31 декабря в Кировской области объявлен нерабочим. Об этом сегодня объявил губернатор области Игорь Васильев. Отрабатывать этот день кировчанам придется в субботу. С просьбой сделать 31 декабря в выходным главе региона обратились члены профсоюзов. Идея о нерабочем последнем неактивно обсуждается в последние месяцы. Среди аргументов сторонников этой идеи и инициативы необходимость спокойно подготовиться к новогодним праздникам, включая походы по магазинам и подготовку подарков, а также мнение о том, что в этот день рабочего настроения нет ни у кого. Больше 15 регионов уже объявили у себя 31 число в выходным. В нашей области указ о нерабочем не будет распространяться на государственных и муниципальных служащих. На предприятиях решения ставили за руководством. Теперь рабочий день 31 декабря переносится на субботу, 26 число. Пошел шестой день поиска. Волонтеры не теряют надежды найти Реда. Это та самая собака, которая попала в капкан и теперь не может ни есть, ни пить. Ее ищут десятки кировчан. Подробности далее. Эфир продолжит рубрика. Короткой строкой. Собаку с капканом напасти еще не нашли. Поиски пса ведутся каждый день с субботы 5 декабря. Шесть дней он не может ни есть, ни пить. Вчера волонтеры продолжили его искать, но безуспешно. Напомним, что неизвестный охотник поставил капкан в промышленной зоне с приманкой в виде мяса. В него и попал пес. Капкан закрылся на морде собаки. Депутаты областного законодательного собрания утвердили прожиточный минимум для пенсионеров на 2021 год. Он составил 9348 рублей. Это на 837 рублей или почти на 10% выше минимума этого года. Величина прожиточного минимума используется для расчета социальных доплат к пенсии. В прокуратуре 11 декабря пройдет личный прием жителей Кировской области. Граждане смогут сообщить о проблемах с выплатой заработной платы, обсудить вопросы долевого строительства и ЖКХ, а также пожаловаться на подготовку коммунальщиков к отопительному сезону этого года. Кировчан будут принимать по предварительной записи и по видеосвязи. Впереди еще много интересного смотрите во второй части нашего выпуска. Коньки в прокат и горячий чай в Гагаринском парке скоро откроют новый каток. Новогодние фильмы и елочные шары по Кирову курсирует праздничный троллейбус. Его выкинули на улицу прямо из машины, но он не только выжил, но и превратился в настоящего красавца. В рубрике «Престой вместе» ищем семью Дымке. Эти и другие новости уже через несколько минут. В эфире информационный канал «Город». Мы продолжаем наш выпуск. Убрали все лишнее? Сегодня чиновники из администрации наконец-то объяснили, зачем и кто спилил в Гагаринском парке деревья. Неделю назад кировчане возмутились свежими пеньками в прогулочной зоне. Проверку начали в прокуратуре. Специалисты теперь говорят, что спилили аварийные насаждения. Правда, почему-то больше всего их было возле катка, который здесь сейчас активно строит подрядчик. На катке в Гагаринском парке уже завтра начнут шлифовать лед и поставят ограничители в виде звезд по бокам. Рядом с ним устанавливают новогоднюю карусель и уже поставили горку. Сам каток планируют открыть в эту субботу, 12 декабря. Чтобы он был безопаснее для детей и взрослых, вокруг катка спилили много деревьев. Чиновники говорят, что опасные кривые стволы убрали во всех частях парка. Но, видимо, тяжелые нависающие ветки над пешеходной дорожкой опасности не представляют. Мы должны соблюдать здесь социальную дистанцию, то есть расширить площадку. Ну, получилось больше деревьев, но они все аварийные. То есть ни одного здорового дерева не было убрано. То есть мы не только здесь пилили, мы еще и по самому парку, где поставили горку, мы убрали все сухие сучки, которые, возможно, будут при эксплуатации детей падать. Ну, порывы ветров, то есть мы рассчитываем ведь на шаг вперед, чтобы безопасно было. Это самое главное. Всего в Кирове появится 4 бесплатных катка на театральной площади в Нововятском районе, в Коминтерне и в Гагаринском парке. Все катки, кроме того, что на театральной площади уже залили, через неделю их планируют открыть и организовать там прокат коньков и торговые точки с горячими напитками. Все работы по благоустройству катков подрядчик должен завершить до 25 декабря. Ирония судьбы на 14 маршруте. В Кирове появился новогодний троллейбус. Его украсил сам водитель. На оформление салона он потратил почти месяц, но это того стоило. Ради улыбок пассажиров водитель готов на многое. Музыка, игра. Удивительно, да, в салоне? Такая обстановка в стране, но ощущения должны быть новогодние. Старые фильмы вспоминаются. В салоне плакаты новогодних фильмов, блестящая мишура и елочные шары. Водитель троллейбуса Юрий Дашков уже не в первый раз украшает салон к праздникам. Он меняет оформление на 9 мая, на день ВДВ, чтобы сделать людям приятное и увидеть их улыбки. Юрий рассказал, что любовь к оформлению у него с прошлой работы. Он 25 лет был учительным физкультуры в детских оздоровительных лагерях. Проявлять фантазию в окружении детей – обычное дело. Теперь все декорации для троллейбуса водитель придумывает сам и покупает их за свои деньги. Дорого – это мягко сказано, но я считаю, что деньги здесь, как бы сказать, не главное. Главное, чтобы людям было самое приятное. А остальное, я считаю, это все ерунда. В планах у Юрия поставить елку на самом видном месте и установить громкоговоритель, чтобы новогодние песни было слышно не только внутри троллейбуса. Говорит, что украшения не будет снимать до старого нового года, чтобы все кировчане успели почувствовать праздничную атмосферу в салоне 14-го троллейбуса. Пошел обратный отчет. До нового года осталось ровно три недели. В социальных сетях кировчане делятся уже украшенными дома елками и купленными для родных подарками. А кто-то, наоборот, жалуется, что новогоднего настроения нет совсем. Как настроиться на праздник сегодня у кировчан узнавал Антон Данченко. Послушаем, может пригодиться. Как создать новогоднее настроение? Те же гирлянды. Носить с собой? Ну да, вешаться ими. И ходить? Да. А в чем беда? Не надо создавать, оно само создается. Просто мы позитивные люди. Жить на позитиве? Да. Новогоднее настроение придется само? Обязательно. С семьей, наверное, лучше всего. До Нового года теперь жить с семьей, никуда не выходить? Гулять-то можно по парку? Пожалуйста. Вон на лыжах кто-то гуляет. Я даже не знаю, я уже из этого возраста выросла. Как без праздника? А все уже. Ни мандаринов, ни оливье? Ну, оливье, мандарины, это маленько можно, и все, больше ничего. Все, ездить на природу. Купить подарки и уехать на природу до Нового года, правильно? Ну, кто как захочет. У меня его плохого-то и не бывает. А в декабре новогоднее, у меня еще день рождения, 30 декабря. С лета новогоднее. Я не теряю настроение, я не знаю, как его еще выше поднимать. Как создать новогоднее настроение? Просто. Это все. Да. Вот раньше были праздники, то были. Сейчас это не праздники. Вы не знаете, как мы раньше жили, а я знаю. Поставить елку, выпить пивка. Можно елку даже не украшать, да? Почему? Можно, конечно, нужно. Обязательно. Под елку учиться. И сидеть? Да. Со снегурочкой. Снегурочку самому выбирать или она придет? Ну, я думаю, что под лежачий камень вода не течет. То есть надо изначально с ней туда придется? Его буквально выкинули на улицу прямо из машины. Но он не только выжил, но и превратился в настоящего красавца. Правда, перед тем, как его нашли волонтеры, ему пришлось испытать и голод, и холод. Но несмотря ни на что он ласков и готов любить. Сегодня в рубрике пристрою вместе кот Дымка, которому очень хотелось бы найти добрые, надежные руки, которые никогда его не придадут. На улице мороз, но лучше любого пледа и теплой какавушки вас может согреть морчащий и самый настоящий котейка. Сегодня именно такой есть в нашей доброй и любимой рубрике «Пристроим вместе». Это котик, замечательный наш дымок. Кот с непростой судьбой. Волонтеры, которые его нашли, сказали, что котика выкинули из машины прямо на дорогу. Какое-то время он ходил по улице, и можно заметить, что улица его, конечно, потрепала. У него ободранные ушки, у него до сих пор растает шерсть на месте укуса собаки. Видно, что он испытал голод, потому что на еду он накидывается постоянно и кушает всегда до самого конца. Ему примерно 7-8 лет, но играет он, как видите, как котенок настоящий. Кот невероятно игривый, можно наблюдать часами за тем, как он носится за мячиком, как он вот играет с палочками. Кроме того, он очень-очень ласковый. Как только мы его принесли, он, ну, не было такого, что он лежал несколько дней в одиночестве, он сразу пошел к гостям. Он сразу начал играть, ласкаться. То есть кот очень добрый, ласковый, но в то же время иногда проявляет характер. Не стоит рассчитывать, что он будет терпеть постоянное тисканье. Лучше его перестраивать в семью, где детки уже постарше. И понимает, что котик, котик живое существо, и с ним нужно поосторожнее. То есть кот это все-таки не игрушка, это ответственность, и это полноценный член семьи. Да, именно. Но если к нему относиться с добротой, с уважением, то и он платит тем же самым, будет самым ласковым и добрым котом. Несмотря на то, что он уже не котенок, и что он какое-то время жил на улице, у него проблем со здоровьем нет. То есть он полностью здоровый, хороший, активный котик. Он приучен к лоточку, имеет все прививки, фаспорт, кастрижован. Вот, и уже готов переезжать в семью. Настоящий мужчина, Дымок, ищет самых заботливых хозяев на свете. Если вы хотите познакомиться с Дымком лично, то срочно звоните 416-530. Ольга Бакина, Дмитрий Бритвин и Дымок. Информационный канал «Город». Впереди самая морозная ночь на этой неделе. Синоптики просят еще немного потерпеть тех, кто не любит холод. Уже на следующей неделе нам обещают настоящую новогоднюю сказку. Снег и минимум 5 градусов. Подробнее о погоде на завтра нам расскажет Ольга Бакина. Всем привет, меня зовут Ольга Бакина. И сегодня я расскажу вам о погоде на завтра, пятницу, 11 декабря. Днем будет ясно и без осадков. Температура воздуха составит минус 13 градусов. Ветер будет дуть с юга со скоростью 4 метра в секунду. Ночью же столбик термометра опустится до минус 17 градусов. Всем хорошего настроения. И пока, и помните, что все-таки важнее всего погода в вашем доме. Таким был этот четверг, 10 декабря. Если у вас есть новости, звоните в редакцию информационного канала «Город» по телефону 47-33-02. Также рассказывайте о них в нашей группе ВКонтакте. Она называется «Новости Кирова». В студии была Ксения Зиновьева. Увидимся в городе.